Хорошее расположение, развитая инфраструктура и большое количество действующих предприятий. Всё это о Чердоклинском районе. Как отмечают эксперты Центра стратегических инициатив, чтобы сделать жизнь ещё комфортнее, жителям необходимо использовать преимущества своей малой родины. То это обращать внимание уже на те места, которые уже могут стать местом дислокации развития бизнеса, которые сейчас у нас являются передовыми видами бизнеса. Не стоит забывать и местную идентичность. Речь в первую очередь идёт о крупной промышленной зоне, на площадях которой располагаются десятки заводов, иностранных инвесторов и местных компаний. Эксперты предложили Чердоклинску обратить внимание на развитие пищевых производств и даже проведение гастрономических фестивалей по типу Октоберфеста. Много предложений поступило по благоустройству района. Ремонт зоны отдыха, детские маршруты, спортивные площадки и чистый берег Волги. Таким видят свой район чердоклинцы. Ведь если говорить про побережье Волги, например, то с детьми, вот нам с детьми некуда выехать весь берег, потому что в основном это турбазы, а так вот чтобы с палатками и на берег, как раньше, сейчас уже не выйдешь. Как увеличить рождаемость и уменьшить смертность решали на тематическом блоке «Демография». Мама трех детей Дина Алексеева предложила женщинам пенсионного возраста дополнительный заработок, а именно стать социальными нянями. Напомним, соцуслуга предполагает временный присмотр за ребёнком. По мнению многодетных мам, опыт бабушек в воспитании детей поможет и молодым родителям, и подрастающему поколению. Входя из опыта общения с населением, я вам хочу сказать, что у нас очень много педагогов, которые ушли на заслуженный отдых. Но в них ещё есть силы и энергия, чтобы подарить своё тепло, внимание и любовь окружающим детям. Но в силу возраста у них нет силы работать с большой массой детей. А здесь конкретная семья, конкретное количество детей. Напомним, стратегические сессии пройдут во всех районах области по инициативе в Рио губернатора Алексея Русских. Своё движение вверх уже определили 16 муниципалитетов. Анна Тищенко, Улправда ТВ.